Зеленая красавица Зеленая красавица Зеленая красавица Зеленая красавица Зеленая красавица в доме правительства Карачаево-Черкесии явно заждалась Когда снова окажется в центре внимания Детей и взрослых И вот накануне новогодних праздников Нарядить ее пришли воспитанники Социально-реабилитационного центра «Надежда» Мальчишки и девчонки загадали желания Которые оформили и написали На открытках в форме разноцветных шаров Что для тебя Новый год? Новый год это праздник и радость Ну вот как ты отмечаешь Обычный Новый год? С родителями Ну и там елка, желания Елка, желания Что бы ты хотела на Новый год? Я хотела Ну самое большое желание Чего бы ты? Самое большое желание Любви и радости У каждого из этих ребятишек Есть много желаний Однако помимо материальных подарков На Новый год Они больше всего мечтают Чтобы дома всегда были счастье и уют Ценность этих слов Они понимают как никто другой А стишок от самой маленькой гости Наверняка порадовал бы И саму виновницу торжества Наряженную игрушками и гирляндами ель Мы подушки елочки Мягкие иголочки Люби веселиться Танцевая грушица Елочка, елочка Вот она какая Странно красивая Яркая, большая В этот день дети встретились С Дедом Морозом, Снегурочкой Сказочными персонажами Были игры, песни, хороводы И заветные желания Еще больше украсившие Без того яркую елочку Старт республиканской елки желаний Дал глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов Он прочитал некоторые из открыток Взял с собой Чтобы исполнить мечты ребятишек Фольгеров Ярослав Мечтает о велосипеде Восемь лет Отлично Артур Махцельбастанов Мухаммед Ашибоков Вести Карачао-Черкесия Шары с заветными желаниями Ребят украсили елку Дворца культуры В каждой новогодней игрушке Искренняя чистая мечта ребенка Это дети Находящиеся в трудной жизненной ситуации И до Нового года Обязательно исполнится Каждое их желание Отметил мэр Черкеска Алексей Баскаев И депутаты городской думы Ребята опросили у Деда Мороза И снегурочки Конструкторы Куклы Квадрокоптеры Наборы для рукоделия И многое другое Пусть вера в новогодние чудеса Подарит детям крылья Для будущих Свершений побед Для счастливой Благополучной Интересной жизни Говорили участники акции Елка желания 2000 хачинов 300 литров айрана Лакумы Консервированные запасы На зиму Бесчетное количество Питьевой воды А также принадлежности Личные гигиены Теплые одеяла Матрасы Все это и многое другое Подготовил Совет Старейшин Республики Совместно с кулинарным техникумом Черкеска Для бойцов СВО Уже в ближайшее время Машины с гуманитарным грузом Будут в зоне спецоперации Альбина Курочного-Кенжева Подробнее Мероприятие началось С гимнов России Карачаева-Черкесии Присутствующим был представлен Ролик о наших бойцах на СВО Ни одна партия гуманитарки Уже доставлена нашим военным Каждый, кто участвует В данной акции Хочет помочь бойцам Преодолеть трудности Военной обстановки и быта И надеется, что переданный груз Поможет хоть немного Облегчить ребятам Сложные условия Согреть их Чтобы они почувствовали Что все их поддерживают И верят в них И в их победу Кулинарный техникум Во главе с руководителем Преподавателями и студентами Говорят, невозможно Оставаться в стороне Когда солдаты воюют Нашим защитникам Очень важна поддержка земляков Душевное тепло Забота и внимание Мы вот заупаковали Наши хачаны Мясо сушеное заупаковали Сейчас Айран заупаковали Компоты Соленя Все заупаковали Приготовили Сейчас ребята Помогут нам Очень старались все Как вы считаете Какие чувства будут У бойцов СВО Когда они будут есть Им будет очень приятно Потому что Весточка из дома Всегда приятна Что им пожелаете Здоровья Здоровья Только здоровья Будет здоровья Все будет Не только родные Но и вся республика Ждет наших бойцов С победой Живыми и невредимыми Поделился Председатель Совета Старейшин Карачаева Черкесии Инвер Ардуханов Бойцы нуждаются В нашей поддержке И мы их не подведем Поэтому сбор гуманитарной помощи Не останавливаем Большое спасибо всем Кто принимает участие В сборе и доставке Гуманитарной помощи Нашим военным Это у нас даже Я уже стыдно говорить Какую я уже машину отправляю Не буду говорить Это даже Аллах видит Я хочу сказать Под Новым годом Мы действительно Хотим детей там обрадовать Потому что Это дети наши В этом холоде В этой бедной Действительно Также холоде Они стоят за нашу Россию За нашу Россию И поэтому Мы обязаны Им отправлять грузы И пусть Те которые Вот это Готовят нам Все этот продукт Все это делают Спаси им большое От чистой души Гуманитарный конвой Отправился сегодня В зону СВО Поддержать военнослужащих И передать тепло Родной земли Посылки будут Доставлены Землякам и ребятам В составе груза Крупы, консервы Различные продукты питания Домашняя выпечка Хачаны И дающий силу Горский напиток Айран Альбина Курочинова Кенджева Мурад Джанкезов Вести Карачаева Черкесия В целях обеспечения Пожарной безопасности В период подготовки И празднования Новогодних и Рождественских праздников Чтобы избежать Травмирования И гибели людей В местах проведения Мероприятий И точках реализации Пиротехнических изделий Сотрудники управления Назорной деятельности И профилактической работы Главного управления МЧС России Покрачева Черкесии Провели операции Новый год Государственный инспектор Расул Салпагаров Проинструктировал Руководство и продавцов О требованиях пожарной безопасности При хранении и продаже Пиротехнических изделий В одном из магазинов Черкеска Он посмотрел Условия хранения пиротехники И проверил сертификаты Соответствия Подтверждающие Качество и безопасность Продукции Для здоровья Жизни потребителя А также напомнил Продавцам магазина О запрете продажи Пиротехнических изделий Лицам Не достигшим 16-летнего возраста В рамках Проведенной операции Новый год Мы посещаем объекты Реализации пиротехнических изделий Чтобы провести беседу И предупредить население И тех же продавцов О мерах безопасности Чтобы не было обиды Чтобы не оброчить праздник И в рамках Этих пиротехнических визитов Мы беседуем И хотим довести до населения О нормах безопасности То есть когда выбираете В первую очередь надо Выбирать продукцию В специализированных магазинах А не где-нибудь За углом И вы обязаны Грубо говоря Потребовать В магазине Где реализуют Это пиротехнические изделия Сертификат Сертификат безопасности Он обязательно должен быть Вне зависимости от Газфорса Производителя На русском языке На понятном Второе Они То есть Пиротехнические изделия Должны храниться Не в сухих местах Чтоб солнечные лучи Не попадали Ну и естественно У них есть Свои правила Это общепринятые Российские Не реализовывать Пиротехнические изделия Детям И когда Просьба К населению Когда Запускаете Петарды Фейерверки Детям Нельзя разрешать Отходить На безопасное расстояние От жилых Административных зданий Чтобы на деревья Или те же провода Не попадали То есть На безопасное расстояние Внимательно изучить Инструкцию Которая прилагается К изделию И согласно его Не отходить И соблюдать Правила Как полагается Сегодня в рубрике Наше наследие Мы расскажем вам О старинных Карачаевских Деревянных домах Срубах Расположенных На территории Аулов Карчурт Хурзук и Учкулан Строением Насчитывается Не одна сотня лет Подробнее О них расскажет Карачаевцы Приступали Со всей ответственностью Место По возможности Выбиралось На солнечной стороне Рядом с водой По традиции Возводилось Сооружение Всем обществом Маматом Под руководством Одного мастера Уста Начало строительства Отмечалось Жертвоприношением Часто это был Белый барашек А иногда и бык После напутственных слов Старшего Начиналось строительство Использовались Только тщательно Высушенные бревна Которые предварительно Во избежание порчи Держали вдали От прямых лучей Под специальным навесом Почти все эти дома Построены без фундамента Высота стен Достигала до трех метров Их обмазывали Толстым слоем Желтой глины Примечательно Что с появлением Новых членов семьи Увеличивалось И количество комнат Есть версия Что фундамент Все же был Устанавливался он Из специальных Хвойных смолистых пород Славившихся Своей безупречной стойкостью Сохранилась Старинная Карачаевская пословица О слабом Безвольном человеке Говорили Ненадежны Как без фундамента В девятнадцатом же веке Основа дома Была уже каменной Стены и пол Нового жилища Глиной обмазывали Только женщины Эта работа Считалась менее тяжелой И более эстетичной Неспроста так хорошо Сохранились и крыши домов Их делали С толстого слоя земли Иногда достигавшего Нескольких тон Которые покрывали Можевельником Без крыши Был так тяжел Что строили Специальные балки Известный историк Ибрагим Шаманов Вспоминал Как по возвращении С депортации Сам проживал Рядом с одним Из этих домов А многие поселялись Прямо в срубах Эти жилища Дождались потомков Своих хозяев И приютили их Исследовавший Каждый сантиметр Родной земли Ибрагим Шаманов Провел огромную Исследовательскую работу Изучая историю Строительства Этих домов Их прочность Они строились Не на клею Как сейчас Средали А на твердой Основе Строились Они Без Клея Без Каких-либо Цементных И прочих Связующих Имея только Подручный Строительный Материал Разве что Даже И эти Пилы Тотом не было Топора Топором Поэтому в этих Домах И эти Концы Выдавались Их дали И образовывали Так называемую Парапет Где Женщины Мастерицы Занимались Рукоделием В Карчурте Сохранился Срубный дом В котором родился Революционер Ученый-просветитель Умар Алиев Обычно В новом доме Были две комнаты Общая С очагом Пристроенным к стене Где располагались Камьи кровати А напротив Находилась комната С сундуками До конца 19 века Сохранялась Большая Нераздельная Семья Члены семьи Достигали До 50-60 Человек Для молодых Семей Если позволяла Территория Строили Отдельные Комнаты И таких Комнат Некоторых В том же Айбазовском Квартале Было Девять Пристроек Поскольку У него Было В семье Девять Сыновей Старинные Срубные Дома В Карчурсе Хурзуке Учкулане Историческое Прошлое Карачаевского Народа Перед Нынешним Поколением Стоит задача Уберечь Памятники Зодчества От дальнейшего Разрушения Сохранить Для потомков Часть культурного Кода Народа Шерифат Любшокова Мухаммед Ашибуков Вести Карачаева Черкесия Карачаевский район Где летают Бобры Попугаи Катаются На велосипеде Ходят Дрессированные Верблюды С яками Конечно же На арене Кисловодского Цирка В известном Курортном Городе Состоялась Премьера Новогоднего Шоу Дикая Планета Зрители Увидели Захватывающее Путешествие В мир волшебства Приключений И головокружительных Перед началом Основной программы Детей встретили У здания цирка Развернулось Праздничное Выступление У елки Веселые эльфы Их дружок Снежок Устроили Настоящий праздник После конкурсов И поздравления Деда Мороза И Снегурочки Все направились На представление По почетной Красной дорожке Перед входом Настоящий Аншлаг Несколько сотен Жаждущих Узнать Чем будут Удивлять Артисты цирка Выступление В преддверии Нового года Это непременно Будет волшебным Долгожданный Праздник Больше всего Ждут дети Все ребята Которые приходят Сегодня в цирк Сегодня удивительное Представление Что может быть Приятнее Прекраснее Детских улыбок Особенно для родителей До сих пор Ребенок Я когда сюда Прихожу Я себя ловлю На том Что я всему Удивляюсь Хотя много лет Но тем не менее Я считаю Что это здорово Что есть цирк Мы хотим Чтобы вы Окунули Волшебный мир Циркового Искусства И стали Чуточку Счастливее Звезды на манеже И под куполом Оправдали ожидания Представление Дикая планета С элементами спектакля По его сюжету Зрители попадают В сказку В которой знакомые Всем персонажи Баба Яга И Кикимора Работают Смотрителями В музее Деда Мороза Они и чаянно Разбивают Священный тотем В результате чего Все экспонаты Музея Начинают оживать А Новый год Может и не наступить Смотрителям Нужно найти И соединить Заново Все части Волшебного символа В поисках Артефактов Сказочные герои Вместе с ними И все зрители Отправляются В волшебный Удивительный мир Украшенный Цирковыми номерами Яркой дрессурой И хореографией На манеже Появляются акробаты Воздушные гимнасты И жонглеры Их друг за другом Сменяют дрессированные Животные Сообразительные Попугаи Дружные собаки Обезьяны Несомненно Украсили выступления Грациозные лошади Их дрессирует Вера Мещанова Понимание между Человеком и животным Главное в их обучении Всю свою жизнь В цирке Но каждое представление Я волнуюсь так Как будто Я не выходила На манеж никогда То есть знаете Это волнение Это наоборот хорошо Ты концентрируешься лучше И это говорит о том Что тебе Не все равно Что происходит Ты нервничаешь Переживаешь Но ровно Когда начинает играть музыка Все успокаивается Горделевый верблюд Демонстрирует гостям Что они Властелители пустыни Представление Поражает разнообразием Видам животных Яки И конечно Главные звезды шоу Североамериканские Бизоны Увлекли гостей В удивительный мир Наполненный Волнующими трюками Экзотическими животными Погрузив всех В мир Дикого запада Получилось Очень необычное Представление Спектакль настоящий Жили животные Настоящие бизоны Древние Североамериканские И много других Разных животных Горные яки Верблюд Бобры Необыкновенные Какие-то волшебные Лошадки Дети и родители Вместе радовались И удивлялись Цирковым номерам Хорошее настроение И море позитива Подарили артисты Зрителям Особенно понравились Обезьянки Скики моря тоже нравится Понравилось Как девочка В колесе крутилась Понравились Все артисты Мне понравились Как собачка Была На лошадке Кони Попугай Стоит пройти в цирк Чтобы быть счастливым И радостным Любимая ламка Валерий Бастанов Вести Карачаево-Черкесия Кисловодск Далее смотрите Нашу постоянную рубрику Сила права С Белой Джозаевой А наш выпуск завершен Субтитры создавал DimaTorzok